Многие говорят, оу, я в депрессии. Какой-то процент людей постоянно пребывает в депрессии. Они так думают. Как можно быть в депрессии? Ты человек, у тебя есть контроль над своей жизнью. Почему ты в депрессии? И я думаю, так происходит потому, что ты не способен видеть светлое будущее. Я могу точно сказать вам, что происходит. Что же? Пару минут назад я цитировал Эндрю Карнеги. Он сказал, что любая идея, удерживаемая в уме, которая либо вызывает страх, либо почитается волей, сразу начинает превращаться в наиболее подходящие и доступные физические формы. Депрессия начинается с неведения, сомнения и беспокойства. У меня есть схема, на которой я показываю, сомнения и беспокойства находятся на негативной стороне жизни, понимания — на положительной стороне. Сомнения и беспокойства возникают из неведения. Понимание происходит от знаний, но для этого нужно учиться. Сомнения и беспокойства — психическая болезнь. Это интеллектуальное упражнение. Люди используют свои интеллектуальные факторы для построения негативной идеи. Это всё, что они видят. Они берут и принимают эту идею близко к сердцу. Они эмоционально вовлечены в неё. Это перетекает из сомнения и беспокойства в страх. Люди погружаются в сомнения и беспокойства, которые превращаются в страх. Страх находится в эмоциональном разуме, а эмоция может выражаться только через один инструмент — через физическое тело. Она приводит тело в состояние под названием тревога. Тревога никогда не выражается. Тревога подавляется. Подавление превращается в депрессию. Они подкрепляют это внутри, подавляя страх, и он оборачивается депрессией. Депрессия превращается в болезнь. Болезнь приводит к разрушению. Синклер Льюис был прав. Мы не умираем. Мы себя убиваем. Итак, что противопоставляется всему этому? Мы переходим от неведения к сомнению и беспокойству, страху, тревоге, подавлению, депрессии, болезни, разрушению. Если посмотреть на положительную сторону, мы переходим от понимания к эмоциональному состоянию под названием вера. Мы просто знаем, что что-либо обретёт форму, потому что это закон. Вера значит быть убеждённым в чём-то, что не можешь увидеть. Странно, что касается веры и страха. Оба они зависят от способности человека поверить в то, что нельзя увидеть. Почему люди предпочитают вере-страх? Потому что они неверующие. Итак, мы переходим от понимания к вере. Вера проявляется в физическом плане, не в тревоге, а в хорошем самочувствии. Хорошее самочувствие не подавляется, а выражается. А экспрессия приводит к продвижению. Вы усиливаете энергию, потому что у вас нет болезней. Вы свободны. И это приводит к сознанию, а не разрушению. Всё дело в моментальном механизме, который люди строят. Они идут к доктору, доктор даёт им валиум или какой-то препарат для успокоения. Они становятся вялыми и не понимают, что делают. Я мог бы показать любому, как преодолеть депрессию, если они будут готовы. Но они должны будут это сделать. Вот тогда в дело вступает повторение. Повторение нужных идей для ускорения их в подсознании. Спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравилось увиденное. Если да, то ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Если хотите получать больше подобной информации, подписывайтесь на канал и нажимайте кнопку колокольчик. Успехов всем и процветания! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok